Прежде чем мы перейдем к профессиональному образованию, важно вспомнить две вещи. Первое, это то, что общее образование у нас обязательно, да, имеется в виду начальный этап и общий этап, и бесплатно для всех граждан Российской Федерации обязанность, конституционная обязанность твоих родителей обеспечить твое обучение в школе. Если они этого не делают, к сожалению, их ждет незавидная участь в виде потери тебя и лишения родительских прав. Но с профессиональным образованием все немного не так. Да, оно у нас доступно и бесплатно, но бесплатно оно на конкурсной основе. Что это значит? У нас есть часть бесплатных мест, что называется бюджетных мест, на которые ты наверняка стремишься, смотря этот видеокурс, а есть часть платных мест. И вот здесь как раз таки работает конкурс, пройдешь ты на эти бесплатные места или нет. В Советском Союзе все образование было бесплатно. Ты либо учился бесплатно, либо не учился никак. Во многих странах мира сегодня все образование платно, как, например, в США. Ты либо учишься платно, либо не учишься. У нас золотая середина. У нас есть часть бесплатных мест и часть платных мест, но дальше все зависит от того, как хорошо ты подготовишься к ЕГЭ и как успешно себя покажешь на экзаменах. Итак, профессиональное образование может начаться в твоей жизни уже после 9 класса. И оно называется среднепрофессиональное образование. Это различные колледжи, техникумы и так далее. На среднепрофессиональное образование ты можешь пойти учиться как после 9 класса, так и после 11 класса. Оно у нас занимает в разных колледжах по-разному, но в целом где-то от 4 до 5 лет. Следующее это уже обучение в ВУЗе. И это первый этап бакалавриат. В бакалавриат, как здесь показано, ты можешь поступить после среднепрофессионального образования, а можешь поступить после 11 класса. Среднепрофессиональное образование не обязательно. Ты можешь отучиться в школе и сразу пойти в ВУЗ. Бакалавриат это 4 года обучения специальности. И важный момент. После бакалавриата ты получаешь диплом о высшем образовании. Что бы тебе ни говорили сейчас твои родители, и как не убеждали тебя пойти в магистратуру, говорят, что бакалавриат это не полное высшее, не слушай их. Бакалавриат это полное высшее образование. Просто это как бы одна ступенечка из трех. Следующая ступенечка это магистратура. Это 1-2 года обучения в зависимости от специальности. К магистратуре ты можешь пойти только после бакалавриата. Здесь уже никаких возможностей нет. Но что интересно, на 1 бакалавриат ты можешь наложить сколько угодно магистратуру. Хоть 10. Это твое личное право и личное решение. После магистратуры у нас идет аспирантура. От года до 5. Здесь ты защищаешь кандидатскую диссертацию. Ты становишься настоящим ученым. Ты защищаешь научную работу. И после нее тебя не возьмут в армию. Но мы про это поговорим попозже, если ты защитишь диссертацию. Но аспирантура это этап после магистратуры. Здесь тоже работает только преемственно. Нельзя туда пойти после бакалавриата. И там ты получаешь научную степень. Также у нас есть послевузовское образование. Итак, это у нас с тобой ординатура и интернатура. Это для медиков. Врачи у нас еще получают специальность в ординатуре и интернатуре. Они практически практикуются в школах, в больницах, в поликлиниках. И получают там возможность быть хорошими врачами. Это только для медиков. И туда они идут после магистратуры. А вот если тебе мало кандидатской диссертации, и ты решил стать суперученым, то ты после аспирантуры можешь пойти в докторантуру. Да, вот так вот это работает. Если ты решил стать доктором наук, суперстепень, супервысокий статус, ученый практически международного уровня, то тогда тебе нужно идти в аспирантуру, после аспирантуры в докторантуру. Итак, так выглядит система образования в Российской Федерации. Общего и профессионального. Это важно помнить. В едином государственном экзамене есть задание на соотнесение, но задание под номером 5 у тебя будет. И в этом задании как раз-таки очень часто встречается система общего или профессионального образования, где тебе нужно соотнести. Поэтому будь внимательным. И последнее, что мы с тобой обсудим касаемо образования, это тенденции современного образования. Я думаю, ты понимаешь, что современное образование очень отличается от того, что было 50, 30 или даже 10 лет назад. Оно не стоит на месте. Как и технологии, как и наука, образование идет вперед. Сегодня, чтобы быть крутым специалистом, нужно учиться всю жизнь. Нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно идти вперед, стремиться получать новые знания и навыки. И поэтому современное образование имеет в себе ряд трендов, ряд тенденций, которые мы не видели раньше, но которые сегодня очень важны и на которых оно основывается. Итак, пишем. Тенденции современного образования. Записывай в тетрадь обязательно. Итак, первая тенденция. Это гуманизация. Что же такое гуманизация? Смотрим на корень. Гуман. Гуманный. Да, что значит человечный. Образование сегодня должно быть обращено к человеку. И если ты смотрел видео, где тебе дают 10 советов по подготовке к ЕГЭ, то там как раз таки рассказывалось о том, что сегодня ты можешь выбрать индивидуальный учебный план и заниматься по собственной образовательной стратегии. Это и есть гуманизация. Образование смотрит не на коллектив, а на каждого человека в отдельности. Оно стремится тебе помочь. И поэтому различные проектные работы, помощь в развитии личности школьника, индивидуальные учебные планы и так далее, это все гуманизация. Все, что помогает тебе развиваться, тебе стать лучше. Все, что делает тебя отличным от других. Раньше образование, особенно в Советском Союзе, было нацелено на коллектив. У нас есть класс, и мы этот класс куда-то ведем. Сейчас нет. Ты важен для образования. Вторая тенденция – это гуманитаризация. Похожие термины, пожалуйста, не путай. Гуманитарный. Да, это значит, что у нас в образовании появляется больше гуманитарных предметов. Право, политологии, социологии, философии. Образование становится из чисто технически направленного, коим оно было во второй половине 20 века, более гуманитарно. Мы начинаем развивать человека более комплексно. Следующая тенденция – демократизация. Это значит, что образование стало доступным. Доступным для всех. Независимо от того, где живет человек, в каком уголке мира он находится, сколько зарабатывают его родители, образование становится более доступным. Вспомним, в 19-18 веке образование могли себе позволить только определенные слои населения. Сейчас образование стало доступнее. Оно стало бесплатным в большинстве стран мира, особенно школьное образование, чтобы большая часть граждан могла его получить. Стало демократичным. Следующая тенденция – компьютеризация. Или информатизация. Это одно и то же. Или компьютеризация. Ну, здесь все просто, да? Это увеличение информационных технологий в образовании. И ты сейчас, смотря этот видеокурс и готовясь таким образом к выпускным экзаменам, как раз-таки жертва информатизации. Сегодня информационные технологии полностью изменили свою жизнь. Ты можешь готовиться по видеокурсу. У вас, возможно, есть в классе электронная доска, на которой учитель делает суперинтерактивные уроки. Сейчас ты с помощью телефона можешь выполнить любые задания, не ходя в библиотеку и не читая книжки. Ну, это, кстати, наверное, не очень хорошо, но это уже второй вопрос. Но действительно, информационные технологии стали важной частью нашей жизни. И поэтому это важная тенденция, в том числе и в образовании. Следующая тенденция – это интернационализация. Сложное слово – интернационализация. Да, интернациональный. Что это значит? Что система образования по всему миру становится единой. Что независимо от того, в какой стране ты учился в бакалавриате, ты можешь поступить в магистратуру, в другую страну. Что независимо от страны, в которой ты учился, независимо от того, в какой стране ты учился в школе, ты имеешь универсальные знания, навыки, умения, которые ты можешь использовать в другой стране. Интернациональная система, единая система мирового образования. Это же суперудобно. Это делает мир объединенным и нас делает ближе к друг другу. Пять основных тенденций. Если в 28-м задании попадается план по образованию, тенденции обязательно там должны быть. Тенденции часто встречаются в 26-м задании. Назовите три тенденции, приведите примеры, которые мы сейчас с тобой обсудили. Поэтому обязательно тенденции должны быть тобой усвоены.